Полупустой уголок потребителя. Здесь, помимо прочего, должна находиться копия лицензии на право торговать спиртными напитками. Прилавок также пуст. Продавщица скрылась за перегородкой. Бочки – это скорее рекламный ход. Так выглядит оборотная сторона. Там, где должны быть коньяки, также пусто. Вся продукция разливается из объемных тетропакетов. На тетропакете отсутствуют какие-либо акцизные марки, дата розлива, кто изготовитель. Вся эта информация отсутствует. В связи с этим мы делаем вывод, что данный тетропакет не является легальным. Несколько минут назад сотрудник полиции в штатском приобрел здесь жидкость соломенного цвета. В магазине сказали, что это шардоне – белое вино, сделанное из одноименного сорта винограда. Это на заводе где-то делается? Да, это на заводе. Я уверена, что, по крайней мере, пить его может. Не отрава. Литр такого напитка стоит 120 рублей. Игристый вариант на 20 рублей дороже. Специалисты говорят, что по такой цене в рознице качественного вина просто не бывает. Сотрудники полиции говорят, что не рассуждают о потребительских свойствах продукции. Задача – определить, легально ли она произведена, реализуется, а также представляет ли опасность для потребителей. В отдельных случаях в подобном напитке могут быть лишь спирт, ароматизатор, краситель и вода. На фоне большого числа легальных заводов, которые находятся на территории Краснодарского края, некоторые люди часто на территориях своих домовладений, либо каких-то складах налаживают производство, где путем, различным путем, добавлением добавок различных примесей в виноматериал, либо в спирт производят алкогольную продукцию, которую в дальнейшем реализовывают в магазинах и рынках города-курорта Анапа. В нынешнем году сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями закрыли один такой нелегальный завод, где изъяли 23 тысячи литров продукции. Она направлена на экспертизу. Сегодня из этой торговой точки изъяли более 700 литров спиртных напитков. Предприниматель, которому она принадлежит, так и не появился. Полицейские говорят, что его известят письменно. Если дальнейшее разбирательство подтвердят отсутствие лицензии, а также нелегальное происхождение слабоалкогольной продукции, то бизнесмену грозит штраф от 4 тысяч рублей и выше. С начала нынешнего года из незаконного оборота изъято 44,5 тысячи литров алкоголя. Почти на 13 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению полицейских, это связано с тем, что становится больше легальной продукции, конкурентоспособной по цене. В городской администрации подчеркивают, что борьба с бутлейкерами, особенно в курортный сезон, один из приоритетов. Свои рейды проводят управление торговли. За ситуацией на местах следят органы территориального местного самоуправления.